Девушки отдыхают И что продажа лицензии на этот самый движок и принесла большую часть прибыли Мы неустанно им верили, правда вот доказательств до поры до времени не было И вот оно, это самое доказательство Встречайте, игра Merchants of Brooklyn от калифорнийской студии Paleo Entertainment Затаив дыхание, мы запускаем игру 3180 год Из-за глобального потепления северные льды все-таки растаяли И уровень мирового океана вырос, что привело к затоплению большей части планеты Улицы старого Бруклина превратились в какие-то затопленные руины А новый город вырос буквально на обломках ушедшей под воду цивилизации Многие смогли перебраться в новый город, где было построено заново новое общество Но те, кто остались в старом Бруклине, стали изгоями Из них было решено сделать отдельный класс людей, рабочие, которые бы трудились на благо нового Бруклина Каждый мог пройти некую вакцинацию, помогавшую им развить мышечную силу взамен умственной Таким же путем прошел и наш герой, Матео Позже он стал участвовать в уличных боях, в которых смог зарекомендовать себя как сильного и беспринципного бойца К сожалению, никто не может находиться на вершине пьедестала вечно Вот и наш герой в один прекрасный день проиграл Причем проиграл не простому бойцу, а какому-то модифицированному биороботу Который как трофей оторвал Матео руку Но карьера нашего героя на этом не закончилась Профессор, работавший в лаборатории, которая как раз и занималась вакцинацией Помог Матео вернуться и приделал ему стальную механическую руку С помощью нее Матео сможет сбежать из заключения и разрушить организацию мерчанцев Бруклин Пытающуюся захватить контроль над всем городом Вот в этой каше нам и придется разобраться Собственно, дальше сюжет развития особого не получил И слава богу Вы бегаете по уровню, убиваете всех и вся Ну а по пути нажимаете какие-нибудь там кнопочки В общем, обычный такой шутер Если не учитывать одно но Это но, та самая механическая рука, имплантированная профессором Ну, во-первых, она может заряжать энергией любой предмет После чего он взрывается То есть вы можете так зарядить какой-нибудь стул А потом швырнуть его во врага Неплохая замена гранатом Во-вторых, бьет она куда сильнее Поэтому враги с одного удара превращаются в груду мяса прямо на ваших глазах Пробежавшись потом по уровню, вы окажетесь в настоящем фильме ужасов Кругом лужи крови, оторванные руки, ноги и головы В-третьих, это не просто механическая рука, а трансформер То есть вместо того, чтобы носить кучи стволов за пазухой Вы просто трансформируете руку в какое-нибудь оружие и стреляете Ну и, наконец, последнее Рука связана с вашими зрительными нервами Поэтому профессор сможет видеть все, что видите вы В нужный момент подскажет или подкинет новое оружие В принципе, на этой механической руке все особенности игры и заканчиваются Скажем даже больше, Merchants of Brooklyn очень плохой шутер Творения City Interactive и рядом не стояли Конечно, в игре много достаточно интересного и забавного оружия Взять хотя бы пушку, смешно пуляющую зелеными шариками Которые уж больно смахивают на теннисные Подкрадываешься какому-нибудь здоровяку сзади И убиваешь его попаданием в голову теннисного мячика В остальном же вы просто бегаете без оглядки Убиваете врагов, которые даже интеллектом-то не наделены А в конце вас ждет босс Который отличается от других врагов на уровне Лишь каким-нибудь павлиним хвостом на голове Дизайн уровней просто ужасен Причем ужасен, еще мягко сказано В самом начале игры, когда только выбираешься из заключения Думаешь, вот это красота Большой футуристический город, весь в неоновых огнях А в небе летают машины из пятого элемента Все здорово Но потом мы опускаемся вниз В какие-то подземелья, тюрьмы, лаборатории и так далее Разработчики вместо того, чтобы дать погулять по большому открытому городу Загнали нас опять в коридоры То бишь сами же себе наступили на горло Ну нельзя в игре про будущее Показывать подземелья, разрушенные дома и подземные лаборатории Просто нельзя Надо показывать либо большие футуристические города С летающими машинами и поездами на воздушной подушке Либо не показывать города вообще В принципе, игре кроме движка и похвастаться то нечем Да и тот она использует очень неумело Глядя на мерчанцев Бруклин, не верится, что это движок Самой красивой и технологичной игры последнего времени Уж больно коряво все сделано Начиная от квадратных моделей персонажей И заканчивая ужасными текстурами Видимо CryEngine 2 сделан все-таки именно для красивых пляжей и зеленых островов А не для темных подземелий Лично мы с большим интересом следили за игрой Потому что, ну, надоедают эти бесконечные стрелялки А тут хоть какая-то интересная идея была Ну и особенно нравились нам взрывающиеся головы Под красивой этикеткой с названием CryEngine 2 Скрывалось непонятно что Назвать это игрой язык не поворачивается Просто программный код Написанный на коленках по дороге на работу А жаль КОНЕЦ